Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим кнопку Home на iPhone 6S Plus. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Далее отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Это рекомендуем мы делать металлической лопаткой. Присоской не рекомендуем делать. По той причине, что вы отрываете дисплейный модуль из корпуса. Далее откручиваем металлическую пластину. Снимаем ее. И отщелкиваем шлифа. Отщелкиваем. Все, мы сняли дисплейный модуль. Теперь нам необходимо снять неисправную кнопку Home и поставить новую. Открутили винтики. Вынимаем неисправную кнопку Home. Если у вас неисправна кнопка Home, то вам поможет ее замена, но Touch ID работать не будет. То есть, когда вы ставите новую кнопку Home, то есть на новой кнопке Home работать Touch ID не будет. Прежде чем заменить вашу старую неисправную кнопку Home, во многих случаях ее можно восстановить. То есть, вы осмотрите, нет ли на шлифе коррозии. Потому что лучше восстановить вашу старую кнопку Home, чем поставить ее новую. И у вас будет работать Touch ID и сама кнопка Home. Все, мы заменили кнопку Home. Прикрутили ее. Теперь необходимо установить дисплейный модуль. Подсоединяем его к печатной плате. Устанавливаем металлическую пластину. Также ее нужно прикрутить. Не путайте винтики. То есть, откуда винтик выкрутили, туда и вкрутите. Так как у них разные размеры, путать их категорически нельзя. Закручиваем. Теперь нам необходимо защелкивать дисплейный модуль. И закрутить два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как заменить мобухом на iPhone 6s Plus. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!